Очень круто! Вот оно что! Мне кажется, даже лучше! Да ё-моё! Жопа какая! Привет, мои хорошие! С вами Селена Слэй, и сегодня у нас некоторые покупочки из Фикс Прайс. Я заходила в пару магазинов. 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 Новиночек ещё не так много, но кое-что мне удалось найти. Так что оставайтесь со мной. Поехали! Вот таких вот у меня два небольших пакетика из Фикс Прайс. Та-дам! И что-то я купила, потому что это реально очень круто, и я вам это посоветую. А это ещё одни вот такие вот специальные хранения обуви по 55 рублей. Реально это дёшево. Кто-то в комментариях мне написал, что купил за 400 рублей. Да, поэтому Фикс Прайсы классные. Они реально очень плотные и качественные такие достаточно, да. Сейчас на лето обувь маленькая и как раз идеально сюда становится и прям для лета особенно. Ну, конечно, не для зимней обуви это, да, но для каких-то миниатюрных кроссовочек, балеточек, сланцев, шлёпок. Прекрасно, идеально, очень делает компактным ваше место хранения. Я вам ещё раз здесь покажу. Я купила ещё три, и возможно, я пойду ещё и куплю ещё, если мне нужно будет ещё, потому что реально очень круто эта штука. Так, ну и по обуви. Пока у меня временно хранится здесь обувь. Вот, смотрите, да? Вот эти вот у меня появились новые. И как раз они вот идеально сюда. Им надо встать. Раз. И два. И вот сюда встать. Вот класс. Зимнюю вот это вот уже скоро уберу, как только будет гардеробная у нас там, да? Вон они у меня стоят все. Компактно очень в таких штуках. А ещё, девочки, один лайфхак нашла, представляете? Вот у меня до этого, да, стояла обувь вот так вот вся. Вот так вот. Раз, там два, да? Сейчас покажу. И здесь совершенно не было места для того, чтобы поставить вот мои кеды. Ну, кеды, макосины там, да? Просто нет места. Видите? Мне их нужно было вставить аккуратненько, чтобы они не прикасались ни к чему. И как скомпоновать место? Просто поставить обувь вот таким образом. Она становится плотнее. Видите? Раз. Вот. Перевернуть просто. Потому что вот эта самая широкая часть, она занимает много места. А если мы вот так вот переворачиваем, то становится намного больше места, и поэтому у меня они здесь встали. Вот так потом, да? Ну, подвинуть там надо, короче. И они встали здесь. Ну, вы видели вначале, они стояли, короче. Ну, реально, компонуется место, если вот так перевернуть обувь. Попробуйте у себя. Вот. Ну, а вот с этой штукой компонуется еще лучше обувь. Вот так ее вообще красиво можно поставить. Во. Перед дочком. А я что-то задом там везде поставила. Вот так лучше. Также купила еще набор масок. Маски нормальные, классические, стандартные. 149 рублей, по-моему, стоят. Потому что сейчас все начнет открываться. У нас потихоньку уже открываются. Мне звонили с садика. И сказали, что, типа, мы на следующей неделе уже открываемся. Но я понимаю, что даже вот в салоне красоты, там, да, кто работает там, говорят, что условия, конечно, жесточайшие, там, дистанции, маски, перчатки, антисептика. То есть, ну, очень сложные условия, в которых действительно сложно будет работать. И я думаю, что в ближайшее время масок много не бывает. Их нужно будет очень много. И даже я вам скажу, я зашла в один из фикс-прайсов без маски. Забыла ее в машине. И мне сказали, без маски заходить нельзя. Представляете? Мне чуть ли не пришлось возвращаться обратно. Я вот так вот натянула на себя кофточку. Говорю, можно так зайду? Мне просто нужно зайти. А я машину далеко оставила. Говорю, в машине маску оставила. И, говорит, только вчера у вас купила пачку масок, которые дома оставила. Я говорю, можно я вот так вот? Ну, я быстро пробежалась, как бы, да, разрешили. Так, еще из того, что постоянно и круто, это я взяла вот такую зажигалочку. Я давно уже, я не знаю, ну, несколько месяцев прошло, пользовалась зажигалкой. Взяла сейчас побольше. Здесь кофе нарисованное. Я подумала, что будет прикольно, все работает. Все работает, так, прикиньте, раз они работают. Но это для моей газовой плиты. Очень удобно с длинной вот этой вот ручкой. Вот только такие сейчас есть в фикс-прайсе, вот где я брала, только такие. Так, еще я купила очки. Нереально крутые очки, девочки. Они очень мне напоминают мои... Приветики. Приветики. Они очень... А, очки услышал. Вот оно что. Вот оно здесь. Ну, садись. Я тебе сейчас дам очки. Это, подожди, это из старого. Качается. Ну, покажи, как ты качаешься. Это из прошлого фикс-прайса. Это я заставку хочу поменять немножко. Давай. Качай руки. Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Качай. Короче, нереально крутые очки очень мне напоминают мои Майкл Корс. Только они, мне кажется, даже лучше, потому что они легче. Они пластиковые. Здесь пластиковые вот эти дужки, что очень мне нравится. На самом деле, пластиковые дужки, они, если мы поднимаем очки наши на голову, они не цепляют волосы. Вот это вообще number one, the best. А что здесь написано? Lifestyle, солнцезащитные очки. Они синенькие. Вот мои Майкл Корс синие. Вставлю, короче, фотографию из инстаграма, где мои Майкл Корс, ну, очень похожие. Еще они похожи на полароиды по своей легкости, да, реально легенькие, классные очки. Я считаю, что легкие должны быть очки, тогда они будут оставаться у вас вот здесь вот, вот этих вмятин. В общем, эти очки между полароидами и моими Майкл Корс. От Майкл Корс это цвет, именно, да, полностью прям передан. А по легкости и удобству это полароиды. Поэтому я их увидела, когда сначала Дэнки хотела взять, но Дэнки я одни очки взяла в фикс-прайсе. И он их удачно этим же днем разбил. Мы их выкинули. Я, кстати, купила ему другенчики, тоже сейчас покажу. Ну вот, смотрите. Мне кажется, очень классные. Никаких надписей нет. Просто голубенькие классные. Никто никогда не догадается, что это из фикс-прайса. Ну, если вот, как бы, вы только будете знать, да. А так они реально крутые. Я уверена, что есть какие-то брендовые очки, которые вот, ну, прям, не знаю, мне кажется, классика под все. И сейчас их там было много. Берите, вот такие офигенные, офигенные просто очки. Давайте Дэнке дам очки. Дэнка у меня очень сильно любит очки. К сожалению, в фикс-прайсе нету детских очков, поэтому я зашла в ближайший магазин, типа, обновки, знаете, вот такой вот. Счастье уже, очки, очки, очки. Как котенок. Короче, типа, обновки и взяла, но там были только красные детские очки. В фикс-прайсе, к сожалению, нет. Давай. Ну, все, теперь ты моднял. Покажи. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. А себе там же взяла очки для стайла. Для стайла. Вот такие. Не знаю, бликов, надеюсь, не очень сильно много. Они имеют тоже какой-то оттенок. Да? Ну, короче, эти очки я взяла, типа, вам, когда буду вещать какие-нибудь советы мудрые, да? Я одену очки, чтобы придать себе еще больше ламурез и мудрости. Еще можно парик одеть с темным цветом волос, потому что, не знаю почему, но это так как-то работает. А эти очки, конечно, здесь, ну, не очень, они такие прям без-зи-без, но мне захотелось прозрачные очки взять. Короче, вот эти стоят 40 рублей, девочки, в обновочке детские. Там девчачьих очень много классных. 40 рублей всего. Делаю, повторяю. А эти 230 рублей. Ну, как бы недалеко от фикс-прайса ушли, да? Хотя вот эти, по-моему, стоят 99 рублей. Вот эти дешевле, то есть, да? Ну, класс, класс. Я вообще довольна. Так, ладно, это мы отвлеклись немного от фикс-прайса. Все, беги, дай, никак. Со своими очками новыми, модными. Давайте перейдем к пианино, да? Чтобы ты скорее его уже поиспробовал. Да, вот такое пианино я увидела. Я сначала испугалась, подумала, что ой-ой-ой, я сейчас еще боюсь. Деня будет шуметь, играть. Короче, здесь можно сочинить собственную мелодию, ноты для игры. С днем рождения. Типя. Дорами фасоля. Си, короче, открываем, да, с трех лет. Три плюс. Открываем. Такое пианино. Открывать? Да. Хорошо. Раз, два, раз, значит, открываем. Ну, это абсолютная новинка. Ой, что там, что там? Ой, скорее, скорее. Ла-ла. Ух ты, ничего больше нет. Подожди, давай покажем девочкам. Ой, какое пианино. Так, подожди, тут нам нужны еще... Не играет пока, не играет. Здесь что-то переключается, вот переключалка одна. Здесь у нас, значит, динамики и вот. Давай откроем и засунем батарейки. Да, пошли. Итак, мы вернулись. Я открутила здесь шурупчик. Здесь нужны три батарейки размером АА. Засунули батареечки. Прям мне так интересно со мной. Не работает. Подожди, я что-то делаю не так. Не нажимается, видишь? Какая-то у нас батарейка, наверное, не работает. Здесь больше нет включалок сейчас. Это. Может где-то сбоку. Так, пойдем искать нормальную одну батарейку. Это не работает. Короче, у меня целая пачка есть новых батарейок. Сейчас мы это точно проверим. Кто что работает. Давай, Альчика. Сейчас мы точно проверим. Ну не дай... Оно не работает. Это я вообще не пойму. Кстати, тоже это... А, нет, это я не в фикс-прайсе брала. Так что на батарейке грешить нечего. Я брала в ленте. Три распечатанные батарейки. Открываю. Раз. Два. Три. Да ё-моё. Да ё-моё. Да ё-моё. Ну почему не работает? Да ё-моё. Какая-то не работает. Прикинь. Не работает. Я все делаю так. Я как бы вообще знала, как батарейки высовываются. Минус плюс. Все правильно. Обманули опять. Жопа какая. Я прочитала полностью всю коробку со всех сторон. Я обсмотрела полностью весь этот гаджет. Ни хрена здесь нет больше никаких кнопочек. Я ничего найти не могу. Я уже нажимаю туда, куда нажимать вообще не нужно. Может какая-то из клавишей, как включение. Но нет. Ничего не работает. Опять у меня какая-то фигня. Придется менять. Я поменяю эту клавишницу в ближайшее время. И постараюсь сюда вставить. Это видео, надеюсь, выйдет уже после того, как я все это поменяю. И мы все-таки услышим звучание этой клавиатуры. Спасибо. Мы поменяли пианино. Поменяли быстро. Спросили, есть ли чек. Но на чек даже не взглянули. Поменяли. И все работает. Деньке нравится, да, Денька, мелодию суть? А вот здесь, смотри, переключать можно еще. Смотри. Оп. Ну, ничего не меняется на самом деле. Вот эта штука какая-то не... Не знаю. Ну, на мой слух ничего не меняется. Давай вот потрогаем одну вот так. Раз. Смотри, Денька, подожди секундочку. Давай, мама, проверь. Переключаем. Такой же звук. Все то же самое, короче. В общем, сидит, тихонько играет. Кстати, пианино, это хорошо, что оно не громко играет. Оно реально тихо играет, вообще не напряжно. Так что можете брать своим деткам. Но проверяйте лучше сразу, чтобы не возвращать. И Мила тоже играет, да? Дальше я взяла печеньки. Я просто не удержалась. Их снова взяла. Хотя здесь много ешек. Тебе нельзя такие. Это для мамы. А кого? Это мама взяла себе. Смотри, что я тебе взяла. А-а-а. Короче, игрушка тоже 3+, лабиринт, смешарик. Это такая кругленькая штучка, да? А внутри шарик маленький. Мне кажется, Деньке должно понравиться. Посмотрим сейчас. Давайте откроем. Все цены, опять же, будут написаны где-то в уголке. Что это? Что это за лабиринт такой? Вот такая круглая штучка. Смотри, Денька, ты играешь здесь? И тебе нужно вот этот вот шарик, чтобы он попал в серединку. Даже мама не может, а ты справишься. Короче, если он здесь попадет в серединку, то можно играть на другой стороне. Двухсторонняя такая штучка. В общем, прикольная. Мне нравится, я точно буду заморачиваться. На, будешь играть? Да. Ну, играй. Так, что еще? Я купила носочки. Новые носочки появились. Мы на них тоже, наверное, сделаем обзор. Посмотрим, как они работают. Носочки пилинг. Пилинг-маска для ног. Отшелушивающая. И, конечно же, взяла ту маску, на которую... И, конечно же, взяла ту маску, на которую мы уже делали обзор на втором канале. И хочется попробовать еще эту. Хочется быть в курсе новинок, как работает эта масочка. Так что вот у меня две теперь еще есть, потому что мне понравилось, как работает эта. Кому интересно, ссылка на второй канал. И там смотрите обзор на эти пилинг-носочки. Также я купила вот такие печеньки любятого. Они мне очень понравились. Я за ними скучала, думала, что я не все печеньки еще съела. И, оказывается, я их все уже съела. Поэтому я купила еще пачку себе. Также я взяла попробовать еще вот такой вот наборчик. Это комплект маечка и трусики. Трусики-боксеры. Сейчас мы откроем, посмотрим. 199 рублей стоит. И вот комплектик синенький. Размер 28. На рост 104. Там были поменьше 26. 26, наверное, маловато нам. Вот как раз один размер вот такой вот остался. Но я думаю, в ваших фикс-прайсах будет больше. На маечках не такой большой выбор, а вот на девочек много там вот этих комплектов. Сейчас откроем, посмотрим. Открываем. Первые трусики меня интересуют. Вау! Класс! Блин! Надо было брать больший! Какой классный! Вообще по размеру идеально. Хлопок натуральный. И маечка. Супер наш размер. Ай, шикардос! Хочу померить. Дэн! Ладно, потом померю. Не идет. Ой, какой красивый. Ну, покрутись. Ой, класс вообще. Такой ты модный у меня. Шортики немножечко в обтяжку удлиненные. Как бы не такие, как мы особенно любим. Да, поэтому второй костюм брать не буду. Ну, и заключает наши покупки сегодня вот такая вот мисочка маленькая за 55 рублей. Пошечка нарисована. Там были голубенькие и вот черненькие. Но так как у меня все белое, да, и я взяла чернику. Жалко розовеньких. Нет, взяла розовенькую. У меня есть одна мисочка сейчас. Принцесса написана. Я туда мяско кладу. Но она прям реально большая. Она красивая, но большая. Я думаю, что я ее уберу пока и возьму, поставлю отдельную, потому что более как бы гармонично будет смотреться отдельно. Вообще по-хорошему. Хорошо, чтобы было три разные миски. У меня одна миска сдвоенная. Там у меня сухой корм и водичка. И неудобно это бывает тем, что корм еще бывает остается, а водичку уже надо поменять в миску и так далее. И тогда мне приходится ладошкой закрывать сухой корм или высыпать его куда-то. Выливать водичку, мыть вот эту вот одну, да, и наливать туда воды. И неудобно, что оно сдвоенное. Так бы я взяла воду и меняла бы вот так вот, да, там, два раза в день, один раз в день. Вот. А так приходится мне тогда двойное все делать. Но, соответственно, для мяса тоже отдельное тело, потому что тоже для мяса каждый день надо мыть тарелочку. Дала мяско, поела, помыла тарелочку. Вот. И по-хорошему, может быть, даже лучше взять вот такие небольшие отдельные. Ну, короче, я пока что заменю вместо мяса, да, то и двойной пусть попользуются еще. А я помучаюсь, точнее, помою, да. Но, по-хорошему, вот такие вот прям три мисочки было бы супер-пупер, да. А ту большую миску будем пользоваться, когда вырастет у меня девочка моя. Она должна вырасти здоровая, прям огромная девчонка. Вот, смотрите, видите, о чем я вам говорила? Это вот большая миска. Прямо я здесь кладу ее чуть-чуть вот так. Получается огромнейшая миска, особенно по сравнению с этими. А вот эта вот двойная, то, что неудобно. Так что вот, теперь ей будет для мяска отдельно. И в дальнейшем вот эти тоже поменяю. Все-таки не так удобно это. Либо сухой корм. Виды, два вида разных сухих кормов должно быть здесь и здесь. Не смотрите, что плинтусов еще нет. У нас еще ремонтные работы идут. Эту пока уберу. Видите, насколько она больше? Вот такой же нельзя. Вот. В общем, вот так. И вот, кстати, хотела сказать по поводу той темы из фикс-прайса. Вот такие накладки кругленькие, звездочки и так далее. Во-первых, она начала отрываться. Она у меня падала постоянно и не держалась. А вот тот клей, который двусторонняя липучка, да, клей остался и въелся в стену. Я его не могла снять. И ножиком, и средствами ничего не помогало. Взяла наждачку в итоге, да, все это зачистила. Естественно, получился и цвет. Как бы, да, все счистила. И вот осталось теперь покрасить. Так что, вообще, я не рекомендую вам на стены, на обои клеить вот ту штуку. Вот. О вот этих штуках я вам говорила, да. То есть, вот здесь вот находится двусторонний скотч. И просто вот эта штука падает, а скотч остается и въедается просто в стену, в обои. Я не знаю что. Вообще не рекомендую это брать. И пока что я нашла небольшой лайфхак. Это я взяла, видите, ну, типа не скотч, а такая силиконовая клейкая лента. Я просто ее вокруг вот обмотала здесь. И уже не так оно бьется, да. Но можно еще даже слой сделать здесь. Ну, как бы не особо сильно видно, да. Не знаю, короче, хочется что-то придумать вообще невидимое и классное. Но пока вот так. На этом все. Вот такие вот мини-покупочки. Надеюсь, они были полезны и интересны. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылки под видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok